Тело как проявление духа Психологи находятся в шаге от того, чтобы точно сказать, какие именно негативные эмоции служат источником тех или иных заболеваний. 3. Недалек тот день, когда в медицинских справочниках будут приведены таблицы, где напротив ненависти, обиды, отчаяния, подавленности, зависти и чувства одиночества будут стоять конкретные названия физических расстройств. 4. И люди тогда станут относиться к своим эмоциям с тем же вниманием, с каким сейчас заботятся о своем физическом здоровье. 5. На смену порошкам и таблеткам придет здоровое мышление. 5. Эдвард Карпентер писал «Каждый орган или система нашего организма является местом существования эмоций, которые, будучи правильно настроенными, оказывают поистине чудодейственный эффект». 6. Тело – это проявление духа, воплощение единого сознания, которое совершено. 7. Тело может утратить свое совершенство только под воздействием идеи сознательного мышления, которое проецируется в подсознание и возвращается к человеку в виде физического недолга. 7. Не мы придумали, как работает сердце, как кровь движется по венам и артериям, как желудок переваривает пищу и как наш организм выводит ненужные вещества. 8. Все сложные процессы реакции, происходящие в нашем теле, имеют один источник – абстрактный бесконечный разум. 9. Человеческий организм представляет собой предельно продуманную систему, удивительную в своем совершенстве. 10. Если мы избавимся от своих страхов и негативных желаний, наше тело вспомнит о своем совершенстве и будет функционировать идеально. 11. Каждая идея о подавленности, отверженности, отчаянии влияет на состояние тела, и в итоге появляются проблемы с кровообращением, пищеварением, дыханием, которые являются только лишь отражением искаженного дисгармоничного мышления. 12. Таким образом, плохое здоровье и жизнь в целом – это наше сознание, полное страхов, сомнений и негатива. 13. Нужно избавиться от своего эко, прийти к божественному сознанию, которое живет в каждом из нас, и есть истинная наша природа. 14. Тогда и тело станет совершенным, ибо мы станем тем, что совершенно в себе. 15. Тело – только проявление Бога в его стремлении познать себя. 16. Это живая идея единого сознания, в которой заложено изменение и развитие. 17. Везде в окружающем мире мы видим цикличное выражение жизни – зарождение, цветение, уедание и снова зарождение. 17. Форма должна претерпевать бесконечную череду повторений и изменений, тем самым отражая процесс вечно развивающегося и расширяющегося познания. 18. Человеческое тело – это то, что по своей природе многократно воспроизводится, чтобы постепенно меняться через множество повторений, являясь воплощением идеи, формой жизни абстрактного разума, абсолютным и совершенным выражением единого сознания. 18. Предназначение тела состоит в том, чтобы идея получила воплощение и, перерождаясь бесконечное множество раз, могла развиваться дальше. 18. Рождение, младенчество, детство, юность, зрелость, старость и смерть, дающие место новому рождению – в этом состоит естественный процесс развития, через который Бог стремится познать себя. 18. И пока развитие человека, понимающего временно своего пребывания в мире, не исчерпает себя как идея, смерть нельзя отделить от жизни, ибо это значило бы остановить процесс эволюции. 18. Редактор субтитров А.Семкин